всем привет сегодня у нас 29 августа 9 20 примерно и мы начинаем съем мотора погнали итак два часа спустя мотор из машины вытащен и вот он висит приступаем к разбору мотора масло мобил спустя полмиллиона километров а Использование качественного антифриза предотвращает появление раковин, как здесь. Использование качественного антифриза. 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 Двигатель разобран. Сейчас мы его будем промерять. И промерять его будет Владимир. Вот сначала промерим поршень, чтобы узнать его износ от номинала, чтобы от этого уже общий зазор узнать. Мерится поршень в перпендикуляре к пальцу, то есть по вот этой оси, вот так вот, на расстоянии 33,9 от днища. Вот так. Вот в этой точке должен мериться, соответственно, и здесь, микрометр. То есть именно вот так меряется. Вот палец. Мы мерим в перпендикуляре на расстоянии, строго отведенном. Для FC мотора это 33,9. Получаем размер. Сотка в минусе. Итак, проверяем все четыре. Это первый у нас. Это первый. Поршень второго цилиндра на две сотки в минусе. Третий поршень на три сотки в минусе. Поршень четвертого цилиндра у нас имеет пять соток в минусе. При измерениях вот эти поверхности должны быть не щеткой, а тряпкой очищены, чтобы хотя бы песка здесь не было. Чтобы никаких погрешностей не было, просто пальцем проводите, гладенько, отлично. Никаких там уронить в опилке или еще что-то, такого быть не должно. Переходим к блоку. То же самое. Цилиндры подготавливаем для промера. То есть вытираем все масло, вытираем, если вот здесь есть наверху нагар, без использования ножей, скрепков и чего-либо подобного. Вот такого быть не должно в цилиндрах. После разборки все равно там остается какая-то грязь, масло, песок, после рук там еще чего-то такое. Перед промером все обязательно тряпочкой вытираем, чтобы никаких погрешностей в измерениях у нас не было. Измерения достаточно точные, даже песчинка даст вам погрешность. Пока нутромер готовится, посмотрим цилиндры так визуально. Так, первый цилиндр. Второй. Третий. Вон, кстати, риска эта, которая ногтем чувствуется. И четвертый. Визуально все хорошо. И другая сторона. Опять же, визуально все хорошо. Но посмотрим, что покажет нутромер. Для проверки цилиндра настраиваем наш нутромер на величину 77. Стандартная величина цилиндра. Максимально, что дает Киа под опуску на увеличение цилиндра вследствие износа, это 77,03. Сейчас мы меряем действительную величину. Складываем величину износа цилиндра с величиной износа поршней. И вычисляем общую величину взаимного износа в этой паре. Цилиндр меряется в двух перпендикулярных направлениях. Так и вот так. В трех местах. Верхушки, в середине и внизу. Точных размеров на эти блоки Киа не дает. Вот вверх. 6 соток. Серединка. 6 соток. 6 соток. Элипс. 7. 7. 8. Первый цилиндр у нас имеет действительный размер 77 миллиметров. 8 соток. Это уже, конечно, за пределами допуска, но посчитаем. Продолжаем дальше. В итоге мы имеем 7708, 7707, 7708. На удивление, с 4, 7703. Вот этот цилиндр еще проходит в допуск по блоку. То есть сюда теоретически можно поставить новый поршень. И вот при таком износе это бы работало. Но вот эти три цилиндра ни в каких допусках уже не укладываются. Особенно с учетом величины зазора на поршнях. Вот. В результате нехитрых вычислений мы получили следующий установочный зазор. Для первого цилиндра у нас зазор между поршнем и цилиндром 9 соток. Для второго 9. Здесь 11 соток. На четвертом 0,8. Напоминаю, что Киев дает допуск на зазор пары поршень-цилиндр от 2 до 4 соток. То есть ни один цилиндр у нас никуда уже не проходит. Здесь вообще больше десятки. Вот этот цилиндр у нас и гремел. Вывод. Мы точим блок. Вот эти замеры еще раз подтверждают, что засовывание новых поршней в старый цилиндр практически ничего вам не исправит. Потому что у нас не такой уж большой износ на поршнях, а вот цилиндр как раз износились очень серьезно. Несмотря на то, что визуально он целый, основной износ как раз идет по блоку, не по поршням, а именно по блоку. И визуальный осмотр вот так вот хоном или эндоскопом, еще какие-то методы визуальной проверки вам ничем не помогут. Изнашивается у корейцев в основном блок. Обращаем особое внимание. Если вы увидели уже задиры конкретные в блоке, то тут никакого промера не требуется. Это мы говорим про то, что когда цилиндр вроде визуально выглядит хорошим, но по факту при промере оказывается, что зазор здесь вне каких-либо допусков. Если уже в цилиндре конкретный задир, у вас туда попал катализатор, земля или электрод от свечки, тут расточка без вопросов. Промерку цилиндров мы произвели, поэтому блок отправляется на мойку и на расточку. Переходим к дефектовке кренвала. Промерим мы его действительные размеры, чтобы понять от номинала, что у нас, какой величина износа, есть ли она вообще. Чтобы потом, когда придет блок и со вкладышами, так же как и с цилиндрами, один зазор из другого вычислим и поймем установочный. Ну и сколько? Минус сотка. В итоге после полностью промеренного кренвала мы имеем следующие данные. По коренным шейкам у нас равный износ одна сотка. По шатунам износ ноль. Отталкиваемся мы от данных завода. То есть коренной размер шейки в оригинале в стандарте нулевый кренвал должен быть 47 мм, 95 мм. Шатунная шейка имеет величину 41,96 мм. Это чистый износ кренвала, это не установочный зазор, это просто для интереса, что мы имеем после полумиллиона пробега. Зазор мы будем мерить, когда получим блок, когда у нас будут вкладыши и установочный зазор не должен выходить за следующие пределы. Для коренных шейк это 0,001 мм, дефис 0,002 мм. Вот где-то в этом диапазоне должен у нас попасть зазор по коренным шейкам. Если он выходит за рамки диапазона, пробуем подобрать следующую группу вкладыш. Если дело это не выгорает, значит мы меняем коленвал. По шатунам диапазон для измерений это 0,0032 мм, дефис 0,0052 мм. Это зазор на шатунных шейках. Резюмируя все вышесказанное, исходя из измерений, для полумиллиона пробега, нулевой износ по шатунным шейкам и всего лишь односотка по корням считаю отличным достижением. Пока блок у нас находится в ремонте, первая часть видео на этом будет завершена. Продолжение будет в следующем видео. И кому интересен ремонт двигателя или его диагностика, в описании под видео будет телефон, звоните и сделаем. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге.